и давайте наконец приступим за наши спрайты я просто выделяю все и копирую прямо вот отсюда наш любимый photoshop создаем новый слой 64 на 64 разрешения в принципе хватит у нас такой черный фон но это не страшно сделаю опять же фон потемнее но еще лучше у нас тут тревога оказывается так ладненько поставим пока на паузу так спустя полчаса тревога стихла вроде все окей и мы продолжаем рисовать это лезвие вообще она у нас конечно же будет видно только наполовину но не забываем что она у нас будет крутиться вот но для начала я помещу это лезвие вот сюда на наш фон это я все объединил одну папку она уже нам тоже не нужно называю такие папки old то есть по-английски старый чтобы не писать все это долго просто олд и отключаю в них видимость а это у нас папочка новый мы ее назовем просто фон да да все вот так логично вот но пожалуй я все-таки помещу нет не помещу ладно помещу ее куда-нибудь вот сюда и и так как она у нас будет симметричная то я отрисую только половину вот так вот вот так вот хитренько вообще само лезвие я сделаю а каким-то таким серым белым вроде того по сути своей а сам металл он все-таки есть такой серый белый просто чем он больше полирован тем он сильнее отражает и свет цвет окружающей среды поэтому он может быть какого-то там голубого цвет голубого оттенка но рисовать лезвие допустим даже мечи или ножей синим цветом это не неправильно мягко выражаясь так опять же создадим новый слой и сейчас я все это закрашу каким-нибудь вот таким вот цветом вынесу этот цвет сюда отдельно и пожалуй сделаю еще более светлый вообще его по-любому нужно будет сделать светлее на лезвии самому потому что лезвие как правило она вообще практически пилое вот но в общей степени она будет выглядеть примерно вот так только сделать это надо теперь все гораздо более аккуратно для этого я возьму сначала карандашик передачу ну да все как и положено теперь просто делаю плавненький переходик от лезвия а к самой к самому корпусу этого лезвия точнее этой пилы так как у нас не совсем пиксель арт можно себе позволить какие-нибудь плавные переходы там ну вот выглядит уже более-менее полукругло теперь нужно вот эти вот четкие кубические края сделать более плавными для этого я также оставлю карандаш только оставлю у него включенную непрозрачность кстати цвет неплохой его тоже сюда вынесу на новом слое более прозрачными такими вот легкими штрихами я делаю что-то вроде интерполяции добавляю полупрозрачных пикселей чтобы лезвие оказалось более круглым при таких вот небольших размерах вот смотрится гораздо более плавно и приятно значит мы все сделали правильно что касается этой части можно поступить точно так же и в режиме умножения в принципе можно здесь сделать что-то вроде окантовки только уже на самом вот этом вот диске вот так свет мы получили теперь его можно сгладить потому что режим умножения он будет очень сильно мешаться когда нам нужно сделать точнее когда нам нужно всего лишь получить цвет то есть то есть Окей, сойдет. Так как она будет двигаться быстро и вообще будет постоянного движения, то особо сильно прорисовывать здесь ничего не надо. Теперь осталось только сделать из этой половинки уже более полноценную пилу. Для этого я ее полностью скопирую. Только здесь фигня в том, что у нас она не совсем до конца была. Вот так. А Ctrl-Shift-C я копирую абсолютно все эти слои. И создаю ее заново. Вот так. Пока старые слои мы отключим. Вот так вот. Отлично. Теперь их нужно всего лишь объединить. Это не идеальный способ создания таких вот вещей. Просто мне так удобно и я делаю именно так. Я не говорю, что нужно делать именно вот так вот и никак иначе. Просто я показываю, как делаю я, как удобно мне. Возможно, вам тоже будет делать удобно именно так. Хотя бы первое время. А может и потом. Так же немножко здесь добавим светяшек, всяких бликов. Так как лезвие у нас свет отражает. То есть, соответственно, блики на нем будут очень даже хорошо видны. И сами по себе они на металле, сейчас бы как бы это сказать. А на металле блики это очень частое явление, потому что металл он сам по себе очень блестящий. Особенно если он какой-нибудь там полированный. Так. Теперь добавляем всякие мелкие детали. Если вспомнить юлу, да, такую вот детскую, на которой разные цвета. И когда она крутится, эти цвета как бы смешиваются. Здесь будет примерно то же самое. Если мы здесь всякие приколюхи нарисуем, они будут крутиться. И может даже получиться какой-то прикольный узор. Так. Саму пилу, точнее саму лезвие пилы мы в принципе сделали. Можно теперь сделать саму вот эту вот ось, на которую она будет крутиться. Так как внутри она у нас сейчас полая. Такая вот дырка, такой бублик. Давайте пока ее просто заменим. Хотя еще кое-что сначала сделаем. Возьмем какой-нибудь примитив, например, круг. Так. И сделаем вот такую приколюху. Так. Это надо сделать на слое ниже. Так. Чтобы у нас был ровный круг. Хотя сейчас, как видим, он у нас был не очень-то ровный. Вот. Отлично. Пока что внутренность эти мы сотрем. Они нам пока что не нужны. Вот так вот. И, конечно же, можем добавить каких-то голубоватых оттенков на это лезвие, потому что оно будет отражать свет от вот этих ламп. Учитывая, что они будут очень близко к ним находиться. Для этого уже нужно взять кисть. И в каком-нибудь режиме наложения это вот сделать. Конечно, синий он смотрится здесь довольно прикольно. Да и более насыщенно. Но мы и поступим немножко по-другому. Мы его сольем. И умножим. Точнее, перекроем друг на друга. А внутри, пожалуй, эти детальки я все-таки сотру. Так как они мне здесь что-то не очень нравятся. Просто сделаю такую, наверное, разную текстуру более крупными мазками. Но мелкие детали, пожалуй, я сотру отсюда. Продолжение следует... Можно будет добавить такие вот шипы, да? Но это довольно-таки муторно было. Поэтому пока на этом не останавливаемся. Идем дальше. Так, ну что ж, выглядит она уже гораздо лучше. Посмотрим, как она у нас будет выглядеть в движении. Конечно, она получилась немножечко размазанной. Из-за того, что мы использовали слишком много полутонов. Но посмотрим, может, тогда же будет лучше. В принципе, при большом движении, быстром, большой четкости и не будет ни у одного объекта. Так, давайте его скопируем. И прямо напрямую попробуем вставить спрайт. Где он у нас? Нет, напрямую все-таки не будем. Скопируем его на отдельный слой. 64 на 64. И вставим. И также сохраняем его либо в PNG, либо вообще в GIF. Чтобы тут было, точнее, сжатие. Можем уменьшить количество цветов до 64, либо 128, например. Тогда она будет смотреться уже более пикселярно. Учитывая еще там всякие дизеринги. Поигравшись с такими вот настройками, можно уже добиться какого-то прикольного результата. И я пока что, в принципе, именно так и оставлю. Хотя, пожалуй, дизеринга поставлю побольше. Сохранить. Так. И сохраняем в GIF лезвие. Вот так. Переходим уже сюда. И заменяем. Так, неправильно заменили. Удаляем background. Но края мы не смазываем. Так, у нас тут лишняя деталька. Сейчас мы ее сотрем. Вместим по серединке. Вот так. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, смотрим. Нужно ее только поместить чуть-чуть поменьше. Точнее, чуть-чуть поменьше сделать само это лезвие. Хотя это какое-то... По-моему, да. Это мини-босс лезвие, которое только на этом уровне. А вот эти вот они, в принципе, вполне адекватно себя показывают. А это такой вот мастер-класс. Всего лишь пять жизней потерял. И у нас сейчас седьмой уровень. Здесь у нас, по-моему, одни пилы. Не совсем похоже на пилы, но их тут тоже хватает. В принципе, они довольно-таки неплохо сочетаются. Их хорошо видно. Даже несмотря на то, что они тоже в основном синих оттенков. Их видно очень хорошо. А мне главное, чтобы фон отделялся от игрока и, собственно, от самих этих игровых объектов. Иначе, когда все это будет сливаться, играть довольно тяжело. Очень сильно напрягаются глаза. А в общем, должен быть контраст фона и игровых объектов. Но при этом они должны быть однородными. В том плане, что они должны быть, скажем так, в едином стиле. И те же самые уровни в другом оформлении уже принимают совсем другой вид и другую атмосферу. Если еще добавить соответствующую музыку и всякие там спецэффекты, пыли, искры от лезвий, там всякие эффекты игрока, когда в него попадают там бомбы или что-то еще, тогда уже получится действительно что-то прикольное. Игра будет очень динамичной и насыщенной. И в принципе, тогда своей целью я уже добьюсь. А пока что на этом мы заканчиваем. И в следующей части мы будем рисовать уже бомбы. А пока что запасаемся чайком и печеньками.